Продолжение следует... В прошлом году этот формат проходил в Берлинской ратуши. Сегодня этот формат проходит здесь, в этом хорошо оснащенном зале. Продолжение следует... Энергетический атлас. Кстати, печатное издание уже все раскуплено, но с этим энергетическим атласом вы можете ознакомиться на сайте. Хочу обратить ваше внимание на энергетический атлас, именно который касается Европы, потому что в этом атласе очень хорошо представлена информация о том, откуда Евросоюз возит свои энергоносители. Вы знаете, что на 75% Европейский Союз зависит от поставок энергоносителей. И здесь, в этом атласе вы видите такую небольшую лиловую точку, которая показывает, что в 2016 году 570 миллионов тонн угля было ввезено из России. Россия является очень важным поставщиком угля. Такую информацию вы можете найти в годовом отчете, который составляет Ассоциация импортеров угля. Да, и на этом фоне интересно задуматься тогда над вопросом, что это для нас означает. Ведь Германия заявила о своем выходе из угольной промышленности и в то же время продолжает ввозить уголь. Извините, в этой связи встает целый ряд вопросов. Мы знаем, что угольная промышленность в России расширяется. Тогда возникает вопрос, как увязать все эти моменты в одно целое. Как увязать это с той попыткой, чтобы достичь вот эти вот цели, которые были приняты в связи с Парижским соглашением. И за всем этим скрывается также вопрос о том, как в самой России вообще подходят к этой тематике, как упразднение угольной промышленности. Мы слышали о протестах из Кузбасского региона. Кстати, это сегодня составит фокус нашего обсуждения. Вы знаете, что Россия подписала Парижское соглашение. Мне интересно узнать, какие социальные условия существуют в угольной промышленности, как эти социальные условия распространяются на тех людей, которые являются частью угольной промышленности. И что знают обо всем этом люди в Германии? При каких условиях добывается уголь в Российской Федерации? Мне очень отрадно, что Александра Королева сегодня среди наших участников, а также другие партнеры из России расскажут вам сегодня о существующей ситуации в России, как они позиционируют себя по отношению к этой проблематике, как они ее продвигают, как они ее артикулируют. 30 лет спустя мирной революции. Вы знаете, какое место имело быть у нас экологическое движение. Я сама выросла в ГДР. И как раз-таки вот эта тема скандализации определенной темы в связи с экологическими проблемами, это все провоцировало существующие режимы и влекло к некоторым изменениям. То есть это вот то, что входило в оппозиционную плоскость. Возвращаемся обратно в Россию к протестам в Кузбассе. Надо отметить, что эти процессы вряд ли были подмечены здесь, в Германии. У меня такое чувство, что вот эта вот тематерка мусорных полигонов, например, в Архангельске за тысячу километров от Москвы, а также мусорные полигоны в Московской области. Об этом у нас статьи, написанные в Германии. Но вот именно протесты в Кузбассе являются частью этого экологического протеста, который имеет место быть в различных регионах и городах России. Речь идет не только о разрешении экологических проблем, но и также о демократическом движении, о демократических процессах. Существует ли в России нечто подобное, как общее всероссийское экологическое движение, и как российская политика, как номенклатура реагирует на эти протесты не только в регионах, но и в центре? Все эти вопросы можно объединить под общим названием того формата мероприятий, который мы долгие годы проводим с нашей Германской ассоциацией по исследованию Восточной Европы. То есть общее название этому формату «Российские альтернативы». Они проводятся с той целью, чтобы преломить существующий официальный нарратив и показать, что могут иметь место другие альтернативы, которые разнятся от политики Кремля. И поэтому очень важно продемонстрировать, какие акторы, какие активисты из гражданского общества продвигают альтернативы, несмотря на то, что они подвергаются опасности, проводя эти альтернативы в жизнь. Мне очень отрадно, что сегодня на наше мероприятие приехало пять гостей из России, из Кузбасса, из Москвы. Я их сердечно приветствую. Я сама очень сильно ожидаю той информации, тех новых сведений, которые мы сегодня получим в рамках этого мероприятия. Я уже сейчас благодарю за интенсивную дискуссию. Она у нас как раз-таки такой и будет. Большое спасибо. Сейчас мне хотелось бы передать слово Габриэле Фрайта, который представляет Германскую ассоциацию по исследованиям Восточной Европы. Дорогие гости, позвольте от своего имени поприветствовать вас, а также от имени нашей ассоциации восточноевропейских исследований. Мы с 2014 года поддерживаем формат вот этих мероприятий. И большое спасибо, что вы заострили свое внимание именно на название российские альтернативы и что мы с ними связываем. То есть альтернатива всегда предполагает выбор между двумя несовместимыми вещами. И мы осознанно говорим о русских либо российских альтернативах и понимаем под ними, скорее всего, переговорный процесс. Мне думается, что это сегодня, когда мы будем обсуждать эту экологическую тему, еще четко увидим. Мы услышим о различных позициях, услышим о том, кто представляет эти позиции, услышим о том, как может быть запущен какой-либо процесс, именно заточенный на изменение определенных вещей. И в этой связи я сразу же бы хотела озвучить нашу первую дискуссию. Это так называемая угольная дискуссия по-русски. Я выступлю ведущей этой подиумной дискуссии, потому что та ведущая, которая предполагалась изначально, она, к сожалению, не могла прийти на это мероприятие. Начать свое выступление мне хотелось бы с того, что я процитирую вам статью из Handelsblatt. Германские концерны должны сейчас объясняться. Эта статья была написана Катрин Витч. Я процитирую. Улицы покрыты толстым черным слоем. Он покрывает крыши, деревья, автомобили. На некоторых тротуарах он скапливается высотой до метра. То, что выглядит, как черный снег, на самом деле является темно-серой угольной пылью. В феврале фотографии из Кузбасса в России облетели весь мир. Западно-сибирский регион расположен в самой сердцевине угольной промышленности. Говорят, что черный снег является причиной неисправной установки по промыванию угля и распространяет в воздухе канцерогенные тяжелые металлы. Кварцевая пыль не единственная проблема для более чем двух миллионов человек, проживающих в Сибирском регионе. Экологические организации сообщают о разрушительном загрязнении питьевой воды и чрезмерно высоком уровне заболеваемости раком, легочными и кожными заболеваниями, не говоря уже о последствиях для окружающей среды. Эта цитата создает панораму для нашей дискуссии. И мне очень отрадно сейчас представить участников подиумной дискуссии Антон Лементуев, активист из Новокузнецка. И он нам вкратце расскажет о регионе, о котором мы сегодня будем беседовать. Пожалуйста, Антон Лементуев, вам слово. Добрый вечер. Я не могу сказать, дорогие гости, поскольку я здесь гость и сам, но я приветствую вас, друзья России. Я привез небольшой рассказ о том, как сейчас выглядит мой родной регион Кузбасс и как на нем сказывается добыча угля и, в первую очередь, конечно, как это сказывается на тех людях, которые живут там. Здесь, на этой картинке красным, показано расположение региона Кузбасс на карте России. Расстояние от морских портов, через которые идет экспорт угля в основном, составляет от 4 до 5 тысяч километров. Это самое большое расстояние, которое вообще преодолевает уголь, попадая к потребителю в мире. То есть нигде в мире нет такой ситуации, как в России, и нигде в мире нет такой дорогой транспортировки до потребителя, как в России. Большая часть угля в Кузбассе добывается открытым способом. В прошлом году, в 2018-м, было добыто 250 миллионов тонн, и большая часть этого угля была добыта вот в таких вот гигантских ямах. Угольный разрез может достигать глубиной 250 метров и протяженностью до 10 километров. Эта фотография сделана мною города Киселевска. Это город в Кузбассе, тот самый, наверное, сейчас наиболее известный город из этого региона, в котором сейчас работает 9 угольных разрезов прямо в черте города. И куда бы ни пошли люди, они везде видят либо такие ямы, либо отвалы пустой породы. Про отвалы хочу отдельно сказать, что в прошлом году по статистике российского правительства было произведено 3,5 миллиарда тонн отходов. Эти отходы выглядят вот так. Это огромные горы, которые могут достигать сотен метров в высоту, с которых разлетается пыль. Эта пыль токсична для человека, она, попадая в легкие, вызывает целый ряд заболеваний и ослабляет иммунитет. Это панорама города Киселевск. Обратите внимание, что здания чередуются вот с такими вот большими горами. И эти горы – это как раз отвалы пустой породы, которые некуда девать, которые насыпаются рядом с жилыми домами. И куда бы ни дул ветер, этот ветер всегда поднимает пыль. И эта пыль вдыхается людьми, она попадает в воду, которую люди пьют. И по этой причине люди получают очень большое негативное воздействие на свое здоровье. Вторая проблема в Кузбассе – это повсеместное использование угля для отопления. Это панорама города Киселевска. Это зима 2018 года. Черный дым, черная сажа, никаких очистных сооружений. Уголь сжигается по технологии XIX века. И большинство активистов считает, что часть этой проблемы заключается в том, что угольным компаниям выгодно, чтобы сжигалось большое количество угля. Одна из главных проблем сейчас в последнее время в Кузбассе – это загрязнение угольной пылью. Это фотография обогатительной фабрики в городе Киселевске. Их всего пять штук. Посмотрите, какое количество пыли выбрасывает эта фабрика, которая находится в черте города. Напомню, что в городе живет порядка 90 тысяч человек. И люди, работая на таких предприятиях, получают негативное воздействие от угля. Но они также получают его, когда приходят домой, когда их дети приходят домой. А люди постоянно отдыхают угольную пыль. Результат такой работы вы видите на этих фотографиях. В Киселевске регулярно выпадает черный снег. И вы видите, даже вот люди, несмотря на цвет снега, могут в нем играть снежки и, может быть, даже не сильно обращать на это внимание. Это фотография сделана со спутника в марте 2019 года. Это панорама города Киселевска. И вот если вы увидите вверху стрелочку, это один километр. Черные, большие черные пятна. Это угольные разрезы и обогатительные фабрики. Как можно убедиться, весь город покрыт черным слоем. Почему так происходит? Дело в том, что, как я раньше говорил, большая часть угля добывается открытым способом. То есть в угольных карьерах. Это самый дешевый способ добычи. Угольные компании экономят максимум средств, когда добывают открытым способом. И когда не применяют никаких технологий, которые бы могли предотвратить вот такое страшное загрязнение пылью. И в том числе за счет этого российский уголь конкурентно способен на международных рынках. Последствия. Это, кстати, фотография сделана в городе Киселевске, где городское кладбище уже практически засыпано отвалом пустой породы. Но эту страшную фотографию я хотел привести немножко для другого примера. Дело в том, что вы не найдете достоверные сведения об уровне заболеваемости в Киселевске. Но нам удалось найти сведения о том, каков уровень заболеваемости в соседнем Беловском районе. Это район, в котором тоже ведется угледобыча, но не так активно. И в этом районе нет угольных разрезов в черте города. Но даже там с 2015 года рост заболеваний раком в 2,5 раза. Рост заболеваний туберкулезом в 1,8 раза. О чем это говорит? О том, что как бы ни скрывались данные контролирующими органами и как бы ни скрывались данные российским правительством, негативное воздействие от угледобычи напрямую влияет на уровень заболеваемости. В городе Киселевске, где все живут еще живые люди, которые вы сейчас видите, нет онкологического диспансера. Люди вынуждены ездить в соседний город и тратить на это порядка полутора и двух часов, чтобы хотя бы попасть в очередь к онкологу. Я хотел вам привести интересный факт. Это экспорт угля из Кузбасса, сравнительный объем первого полугодия 2018 года и первое полугодие 2019. Обратите внимание, что экспорт из Германии вырос в несколько раз. И если данная динамика сохранится, то Германия станет самым крупным потребителем угля из Кузбасса в мире, обогнав даже Южную Корею. Такой рост экспорта не принес богатства. Наши города бедны. Это фотография города Киселевска. Люди получили черный снег, разруху и уничтоженную окружающую среду. Эта фотография сделана возле станции, где уголь грузят в железнодорожные вагоны для отправки в морской порт. Это город Мыский, Кузбасс. Я хотел очень короткое видео вам показать, как происходит... Это снято не в Кузбассе, а в соседнем регионе, но у нас очень похожая картина. Это не дым. Это угольная пыль. Это очень дешевый способ очистки угля для его дальнейшей продажи. Без каких-либо вложений средств в экологические мероприятия, угледобывающее предприятие очищает уголь и выбрасывает огромное количество угольной пыли атмосферу. Естественно, люди этим дышат и чаще болеют, и раньше умирают. У меня все. Большое спасибо, Антон Лементуев, за эту очень впечатляющую презентацию. То, что мы видели, это культурный ландшафт, в кавычках, потому что это сделано людьми, ландшафт сделан руками людей. О чем мы хотели бы говорить в нашей первой панельной дискуссии? Мы вначале хотели бы обратить больше внимания на ваш регион Кузбасс. Мы хотели бы посмотреть, какие там самые приоритетные проблемы, что рассчитывает или что думает население, какие там проблемы налицо, и как население самоорганизуется, чтобы побороть эти проблемы, какие меры протеста, может быть, имеют место, какие пользуются успехом, и что это все имеет общего с Германией. Вот на последнем слайде вы очень хорошо показали, что Германия самый крупный импортер угля. Я хотела бы сейчас представить вам других панелистов. Я очень рада по правую сторону приветствовать Анну Фомину. Она юрист из Петербурга и в качестве юриста тоже уже работала в Кузбассе. Она сейчас, наверное, сама о этом расскажет. Сейчас она работает в Берлине, независимый институт по вопросам экологии, УФО. А по левую приветствую господина Тобиаса Мюнхмайера, который работает в организации Greenpeace в Германии. Он был заместитель политического директора Greenpeace. И мы его пригласили не только потому, что он большой специалист по всем вопросам экологии и защиты окружающей среды в Восточной Европе, но и потому, что с июня 2018 по январь 2019 года работал в составе угольной комиссии в Германии. Мы, к сожалению, пригласили и Франц Йодис в Удопе от Ассоциации импортеров угля в Берлине. Он только в пятницу отказал в своем участии, потому что считал, что наш состав, наши панельные дискуссии не сбалансированы, как он сказал. Мы жалеем от этого, потому что фонд Берлине и также наша организация Восточноевропейских исследований, мы всегда хотели бы пригласить различных людей с различными взглядами, конечно, с уважением демократических принципов и так далее, но господин Удопе здесь придерживается других взглядов и отказал в своем участии. Антон Лемитуев, я хотела еще раз вернуться к вашим кадрам, которые вы показали. Если вы смотрите на развитие в Кузбассе за последние 20 лет, что бы вы сказали? Есть ли среди населения в регионе уже сознание проблемой? Может быть, 20 лет тому назад были какие-то совсем другие проблемы? Или что считает население сегодня важным? Что надо делать сегодня? Люди проблему видят. Безусловно, они замечают, что их родственники болеют, чаще умирают раньше. Но надо помнить, что Кузбасс – это монорегион, то есть регион, который очень сильно зависит от того, сколько будет добыто угля и сколько будет его продано. И это является сильнейшим сдерживающим фактором для того, чтобы люди могли отстаивать свою гражданскую позицию и могли защищать свои права на благоприятную кружающую среду. Поскольку добыча угля растет, количество негативных воздействий увеличивается. И мы в 2017 году увидели взрывной рост протестной деятельности, который не было никогда за всю историю России. По сегодняшний день произошло 36 протестных акций с 2017 года. А эти протестные акции, они мотивированы, наверное, ущербны для здоровья, да, в первую очередь? Или какая мотивация двигает людьми в Кузбассе принимать участие в процессах? Это, на мой взгляд, несколько причин, их как минимум две. Одна – это протест отчаяния, когда люди долго жили в тяжелых ситуациях, как в Киселевске, но случилось что-то, что напрямую угрожает их жизни. Например, подземный пожар. И тогда жители города Киселевска попросили убежище в Канаде летом этого года. Второй вариант протестов – это когда люди жили недалеко от города, в экологически чистом районе, и к ним пришел угольный разрез, который никогда не спрашивает мнения жителей. он всегда приходит и начинает делать то, что он собирается делать. Мнение людей не учитывается никогда. Оно может учитываться лишь формально. И это вторая причина протестов. Люди не хотят жить рядом с угольными разрезами. Стоимость их жилищ падает до ничтожных значений. И люди даже не могут переехать оттуда впоследствии, потому что никто не хочет купить их дома. О вопросах собственности, наверное, еще поговорим. И то, какие возможности люди имеют. Вы активный активист. Что люди делают на местах конкретно? Проводят разные акции. Люди раньше чаще собирались и проводили мирные согласованные митинги, где высказывали свою точку зрения. Но когда стало очевидно, что правительство и угольные компании не прислушиваются к мнению жителей, люди проводят уже более отчаянные акции, например, перекрытие дорог. Или, например, вот это обращение летом с просьбой предоставить убежище в Канаде, за которое их потом очень сильно ругал наш губернатор Кузбасса. Были очень много протестов из-за проблематики мусора. И можно было заметить, что некоторые политики меняли позиции, потому что поняли, что проблема населения — это и их проблемы. Вы замечаете в своем регионе, что стало возможно сотрудничать с некоторыми представителями политических кругов, скажем, по отношению, может быть, к центру в Москве, что есть определенная поддержка ваших политиков перед Москвой? — В связи с углем единственное проявление, которое мы видим в последнее время, это на наиболее отчаянные акции со стороны жителей может последовать некое заявление губернатора. Однако дальше региона о проблемах Кузбасса в России не знают. Или знают, но достаточно редко. И это вообще не является повесткой ни центральных СМИ, ни заявлений политиков из Москвы. На мой взгляд, им это просто неинтересно. И все-таки мы сейчас говорим о самых различных проблемах. Все-таки есть возможности для людей потребовать свои права. Анна Фомина, вы успешно здесь работали в этой сфере. Это было время экспроприации собственности. Вы могли бы описать, что это были за случаи, когда вы лично представили людей из Кузбасса? — Добрый вечер всем участникам, всем гостям данной встречи. Самая удивительная моя работа и самый успешный кейс, в который я до сих пор не верю, в том, что мы победили в нем, это история помощи жителям небольшого села Менчереп, который находится в Беловском районе в Кузбассе. В случае с селом Менчереп, как говорил Антон, должен был прийти разрез на место, где сейчас сельскохозяйственные поля, достаточно неплохая экологическая ситуация, где люди живут уже много лет, там похоронены их близкие, там есть детские лагеря. В общем, такая идиллия. И в том числе рядом с тем местом, куда хотел прийти разрез, находится Беловское водохранилище, а рядом Беловское ГРЭС. ГРЭС, да, простите. То есть там есть дамба, которая не рассчитана на то, что рядом будут добывать уголь, потому что когда строили эту ГРЭС, совершенно не предполагалось это. люди в 2017 году неожиданно для себя узнали, это порядка 300 человек, что отныне их земельные участки больше не их. И за них они получат ничтожно мало, порядка двух-четырех тысяч рублей, может, даже меньше. Там было четыре больших земельных участка и 300 человек, которые владели ими совместно. У каждого была небольшая доля в каждом земельном участке. И вот согласно экспертной оценке экономистов, каждый за свой вот этот небольшой кусочек должен был получить от угольной компании порядка четырех тысяч рублей. Если в евро, это ну, это порядка 100 евро. Меньше? Да, даже меньше. Даже меньше 100 евро. Люди узнали об этом, получив от угольной компании уведомление и соглашение о выкупе. Уже все было решено. Было решено государственным органам изъять данные земельные участки в государственных нуждах. То есть для государственной нужды. но при этом изымалась в пользу частной компании. Частная компания, которая до этого никогда не имела дела с добычей угля в принципе. Она имела уставной капитал 10 тысяч рублей и основной вид деятельности противопожарная безопасность, но никогда не добывала уголь. И с этого момента мы начали компанию по спасению этой земли от экспроприации и от того, чтобы на месте сельхозполей и идиллии появился угольный разрез. История эта длилась два года, и мы подали иск в Беловский районный суд, который находится в Кемерово, в Кузбассе. мы очень хотели вытащить этот судебный процесс из Кузбасса, из этого региона в другой, для того, чтобы не было давления угольных компаний и всей ситуации на судью, который будет рассматривать данный вопрос. Чтобы не было давления на СМИ, которые мы хотели привлечь для освещения этой истории, на нас, как юристов. К сожалению, нам это не удалось перенести суд в Новосибирск, там, где находится департамент, вынесший решение об изъятии земельных участков. Но, тем не менее, дело рассматривал Беловский районный суд, и судья, который его рассматривал, нам с ним очень сильно повезло, потому что это был судья старой закалки, который, скорее всего, уже просто ничего не боится, и он мог абсолютно полно и всесторонне рассмотреть всю ситуацию. На каждое судебное заседание мы приглашали журналистов, местных журналистов, на каждое судебное заседание приходили не только четыре наших истца из числа жителей, но и очень много жителей, которые не являлись участниками процесса, что создавало весомую поддержку всему процессу. Параллельно с этим мы со своей стороны освещали данный вопрос на своем сайте. Люди выходили с митингами и пикетами опять-таки в поддержку этого процесса. На время обжалования приказов об изъятии угольная компания, которая хотела добывать уголь в этом месте, не могла производить никаких действий, то есть не могла начать добычу. И это было одним из благ этого процесса. В конце концов судья вынес решение в нашу пользу в первой инстанции, чего мы совсем не ожидали. Это произошло весной, в апреле, да, в апреле 18-го года, это было 13-е апреля, пятница 13-е. Было очень солнечный день, и нам не верилось. Но потом, так как по российскому законодательству решение должно вступить в законную силу, это через месяц после его изготовления в полном объеме, у департамента по недропользованию, чье решение мы обжаловали, у угольной компании был месяц на обжалование. Но тут произошла ситуация, в которой мы с одной стороны были готовы, с другой стороны нет, это появились два жителя данного села, которые заявили апелляцию, они были не согласны. Причины мы можем догадываться, прямых доказательств нет, но они посчитали, что их должны были привлечь в этот процесс, рассмотрели без них, а они не согласны с тем, что решение об изъятии отменили, они хотели, чтобы их землю забрали. И тут у нас пошел второй круг, и на втором круге апелляционная инстанция отменила решение и вернула дело на новое рассмотрение и привлекли уже абсолютно всех собственников этих земельных участков, это больше 300 человек, которые все должны были быть уведомлены о судебном заседании, должны были высказать свою позицию, должны были явиться на судебное заседание. И вы представляете, насколько возросло количество участников и насколько это осложнило это дело. С одной стороны. С другой стороны, эти люди получили абсолютное право присутствовать в зале судебного заседания, чего судья изначально не хотела. Она считала, что присутствие такого количества людей в зале заседания, как она сама сказала, это прямое давление на суд. Напомню, что в России судебные процессы открытые и свободные для посещения, если они не закрыты судьей специально. И вот судебный процесс уже развивается совершенно по-другому, судья другая, и нам мы пытаемся привлечь к участию в деле Ростелеком, чьи сети также проходят по тем землям. Мы пытаемся привлечь энергетиков, чьи лэб тоже стоят на этой земле. Мы пытаемся привлечь муниципальные власти, чьи дороги там идут, то есть чья собственность будет в том числе разрушена, на что были потрачены бюджетные деньги, и все это проходит мимо судьи, и судья считает, что эти лица, их права и законы интереса не затрагиваются. Итог приходит неожиданно для всех нас, и Федеральное агентство по недропользованию вдруг отзывает лицензию недропользователя у той самой частной компании, которая хотела добывать уголь. А раз она не имеет лицензии, она не может добывать уголь, соответственно, земля не должна быть изъята, значит, приказы должны быть отменены. И дело в суде прекращается именно на этом основании. Но мы, безусловно, считаем это своей победой, потому что без того, чтобы без этого судебного процесса вряд ли у этой угольной компании когда-нибудь отозвали эту лицензию. И на данный момент угольная компания протестовала отзыв лицензии, но проиграла и решение устоялось в апелляционной инстанции. И мы надеемся, что новая лицензия не будет выдана на данной земельной участке с углем. Это немного затянутая история, но мне показалось очень важным рассказать вам и о нашей победе в самом начале и о том, не отчаянии, но какое расстройство мы испытали, когда решение было отменено. Но дело было прекращено 1 апреля. этого года. И это вторая дата, и это была не шутка, и мы были очень счастливы вместе с жителями, когда наконец поняли, что земля останется за людьми. Я вас поздравляю от всего сердца. прежде чем мы поговорим о роли Германии во всем этом, давайте вернемся обратно к этому процессу, который, скорее всего, и имел характер такого типового процесса. Антон, скажите, как воспринимался этот процесс среди населения, сообщалось ли это в СМИ, был подхвачен ли этот процесс локальными инициативами? Мы старались сделать так, чтобы СМИ освещали все шаги юристов и жителей. Мы вели большую работу над тем, чтобы люди, как вам сказать, чтобы поддержать их дух, их готовность к борьбе, потому что та атмосфера безнадеги, которая царит в Кузбассе, это самое большое препятствие, одно из самых больших препятствий, с которым сталкивается любой юрист, любой адвокат или любой активист, который хочет что-то изменить. Отсюда был большой риск, на самом деле, потому что мы убеждали людей, что так следует поступить, и мы не знали, и не было никаких гарантий, и в общем-то не было почти никаких шансов, что мы победим. Но вот благодаря прекрасной работе Анны и ее коллеги Максима Оленичева, а также работе самих жителей, которые старались и делали все, чтобы победа получилась, и тех журналистов, которые приезжали на каждое судебное заседание, я считаю, что все вместе это позволило победить. Ваш вопрос, перенял ли кто-то инициативу, начали ли делать люди подобные вещи? Да, люди пытаются, но пока заметных успехов нет, к сожалению, потому что в России нет экологических юристов, кроме по сути известных двух человек, Максима Оленичева и Анны Фоминой. Я хотела бы дополнить относительно участия жителей во всем этом процессе. Мы активно вовлекали в весь этот процесс самих жителей, и активно их поддерживали и направляли для того, чтобы они показали своим примером, что бороться возможно. Мы были готовы идти до конца, то есть до Европейского суда по правам человека, мы были готовы к этому, и на самом деле изначально разрабатывая стратегию, мы были нацелены на такой исход, что нам надо будет идти в ЕСПЧ. И жители показали себя самой позитивной стороны. Они были настолько активны и настолько открыты к тому взаимодействию, что порой приходилось сдерживать некоторый их пыл и направлять их в правильное русло. И это позволило показать жителям других районов Кузбасса и регионов о том, что борьба возможна, и это получилась очень хорошей иллюстрацией и показать, что эта борьба зависит прежде всего от того, будут ли люди на месте готовы к этой борьбе. Спасибо. Это означает, что в атмосфере такой безнадежности все-таки есть проблески надежды. Тобиас, мы видели некоторые графические данные, которые демонстрируют, что Германия является крупным импортером российского угля. Какую роль играет при этом Германия? Добрый вечер. Большое спасибо за приглашение. Отвечаю на ваш вопрос. Германия играет очень существенную роль. На Западе она является самым крупным импортером. Не хочу вам докучать цифрами, но то, что я видел, это 400 миллионов тонн, которые добывает Россия. Половина для собственных потребностей. Одна четвертая идет в Азию, одна четвертая в Западную Европу. и как раз таки из Западной Европы на Германию приходится 20 миллионов, а тенденция все возрастающая. И поэтому еще никогда таких объемов угля не импортировались из России, несмотря на отнюдь непростые политические отношения. И вот еще один интересный момент. Германия тем самым навлекла на себя определенную зависимость. Все смотрят на природный газ, который тоже в больших объемах импортируется из России. Мы потребляем 32% этого газа, затем 36% нефти, а 39% приходится на уголь. и это все идет из России, потом Колумбия, потом Соединенные Штаты. Это означает, что мы имеем непосредственное отношение к ситуации в Кузбассе, именно как страна, которая ввозит все это из России. И по крайней мере такая зависимость будет оставаться еще на тот период, пока Германия будет сжигать уголь для отопления. Такая ситуация нам знакома и из других сфер. Например, если взять текстильную сферу, есть лоббисты, которые выступают за то, чтобы текстиль импортировался в Германию, и при этом условия производства этого текстиля, они, например, известны, и немцы выступают за то, чтобы условия производства текстиля были подобающими. Думаете ли вы, что такие условия можно рассмотреть и для угольной промышленности в России? Можно ли создать своего рода какое-то давление на импортеров угля, чтобы они могли продавливать свои стандарты? Ответ. Очень сложно. Мы в рамках Greenpeace проводили большое количество компаний, заточенных на Point of Sale, где позиционируются потребители, где позиционируются сбытовики соответствующей продукции, и надо сказать, что в таких сферах, как пищевая промышленность, либо текстиль, то там эти стандарты можно непосредственно устанавливать. Концерны являются очень чувствительными если некоммерческие и неправительственные организации начинают запускать какие-то компании с целью установления таких стандартов, и поэтому концерны зачастую даже преждевременно реагируют, чтобы не соприкасаться с такими компаниями и продвигать свои стандарты. Где вообще в конечном итоге оказывается уголь? Уголь поступает, например, в компанию Wattenfalk, кстати, они от нас находятся на удалении 300 метров. Это очень крупная компания, которая еще оперирует электростанции, работающие на каменном угле. Электростанции, которые работали на буром угле, они продали. И до проведения большой двадцатки активисты Greenpeace столкнулись с такой акцией, когда транспортное судно привезло в Гамбург, доставило в Гамбург большое количество угля. Это очень большое транспортное судно, которое отправилось из Архангельска и вдоль побережья Северного моря доставило этот груз в Гамбург. Размеры судно 220 метров, 75 тонн грузовместимость этого судна. И вы представляете, это судно курсирует не один раз в неделю, а несколько раз. И все это требуется для отопления в Германии. И поэтому никто из этого не делает тайну, что вот этот уголь идет затем для генерации электроэнергии. те люди, которые не согласны были с этой политикой, они уже давно покинули Ватенфаль, не работают там. Такие вот компании, их можно инициировать, но это очень долгий процесс, очень непростой процесс, потому что может быть договор на поставку электроэнергии, это скорее всего какая-то абстрактная конструкция, которую вы заключаете один раз в жизни, либо каждые 10 лет, если какой-то новый продукт выводится на рынки. Хотя смотрите, есть реклама в кинотеатрах компании Ватенфаль, и Ватенфаль демонстрирует, что он ведет себя правильно, он, например, информирует своих потребителей, откуда поступает электроэнергия. И вопрос для вашей организации, не могли бы вы сами заняться проработкой этой темы. Но мы же организуем различные компании, я уже говорил, что не так-то просто все это организовать. Наилучший путь это делать именно за дел, который касается запросов. Вы знаете, что мы до 2030 года выйдем полностью из угольной промышленности. И на прошлой неделе как раз-таки было принято соответствующее решение, где вот этот выход из угольной промышленности был подтвержден. И все равно хотелось бы задать вопрос и Антону, и Анне. Мы говорим об угольном экспорте. Есть ли у вас какие-то ожидания по отношению к тем странам, которые занимаются импортом? То есть я имею в виду здесь страны, в которых существует общество, построенное на демократических началах. Есть ли у вас какие-то ожидания, что может быть что-то придет из этих стран? На самом деле это одна из наших последних надежд. как можно было бы повлиять на поведение угольных компаний в Кузбассе, потому что ни власти наши не заинтересованы и не делают ровным счетом ничего, чтобы эти преступления против здоровья и жизни людей как-то пресечь. Да, мы надеемся, что потребители угля здесь, в странах, в которых есть демократия, смогут заставить своих поставщиков соблюдать законы Российской Федерации, потому что только благодаря несоблюдению законов Российской Федерации угольный экспорт из России, например, в Германию, возможен, я так считаю. на мой взгляд, как могут повлиять европейские страны, потребляющие уголь из России, если уж невозможно совсем не покупать уголь в России, если бы такое было возможно, было бы, конечно, чудесно, но даже к 2038 году я сомневаюсь, что экспорт угля будет равен нулю. Я скорее реалист, чем позитивист в этом вопросе. Но мне кажется, что если бы европейские страны оказали помощь в модернизации и постепенном закрытии и консервации угольных предприятий, которые есть в России, то, что Германия делает для своих электростанций, которые она будет консервировать, если бы с помощью технологий, которые уже существуют, было возможно сделать добычу менее вредной, не вкладывая при этом новых денег в исследование, новых средств в разработке, возможно, это как-то бы повлияло. Но пересадить Европейский союз с угля на газ и тем самым решить проблему тоже невозможно. Поэтому вопрос в диалоге и вопрос в политической воле Российской Федерации и российских властей. В Германии есть политическая воля на то, чтобы электростанции были более безопасны для жителей, чтобы экологическое законодательство совершенствовалось и соблюдалось. В России такой политической воли нет. Потому что в политической повестке России экологические вопросы находятся в наименьшей значимости. Как повлиять на это, я пока не знаю. Может быть, какие-то политтехнологи знают. Я нет. Все проблемы, которые здесь были артикулированы, они нам известны. И что касается нашей собственной угольной промышленности, то несколько десятилетий тому назад у нас были те же самые снимки, которые вы до этого демонстрировали. Экологические союзы, они против угля, не только по экологическим соображениям. В первую очередь из-за вредных выбросов ртуть, кварц, что еще там, НОХ, углекислый газ, то есть вот эти вот вредные выбросы, это одна причина. Вторая причина это разрушение деревенских структур, люди теряют свою родину, затем разрушение экосистем, вырубка лесов и так далее. И затем подключается общая экологическая тематика и вообще вот этот энергетический переворот, который у нас имеет место быть. ну и также вопросы здравоохранения, которые как раз-таки в России и главенствуют. В прошлом у нас было очень большое количество смертей именно из-за вредных выбросов в атмосферу, из-за того, что люди вдыхали вредную пыль содержанием окиси азота и поэтому мне думается, что мы идем правильным путем. Я оптимист, более оптимистичен, чем вы настроены и я думаю, что когда-то мы полностью выйдем из Бурова, а затем и из Каменного Угля у нас уже больше нету ни одного предприятия по добыче бурого угля в Германии и все равно возникает вопрос как Германия может повлиять на условия, которые существуют в России. Вообще-то не Германия напрямую импортирует, а это отдельные компании, такие как Ватенфаль и другие, которые занимаются импортом. И затем можно проработать вопрос о сертификации угля. Странный какой-то вопрос. Плохой уголь, хороший уголь, колумбийский уголь, если российский уголь мы отклоняем, он что, будет лучше? Сомневаюсь. И эта вся история очень непростая. И поэтому мы делаем ставку на то, чтобы снизить спрос на эти продукты. И я прекрасно осознаю и то, что существует германо-российское экологическое сотрудничество, в рамках которого существует целый ряд партнерств и двухсторонних взаимодействий. мне думается, в этой сфере было бы неплохо, например, продвигать систему фильтров, хотя фильтрами тоже не все проблемы решить можно, но мне думается, что это по крайней мере послужит очень сильной редукцией выбросов. Спасибо. Прежде чем предоставить нашим слушателям возможность задавать вопросы, хотела бы еще раз говорить о протестном движении. Во второй панели мы будем говорить о протестном движении, о развитии протестного движения, но сейчас все-таки я хотела бы спросить, какова ситуация в Кузбассе? Ведь это регион, где очевидно ситуация еще раз значительно ухудшилась и где растет сознание населения. Как вы оцениваете мнение населения и как вы оцениваете уровень этих протестов? Это до сих пор ограниченные локальные протесты или может быть развивается сознание более крупное, которое тоже может привести к отказу от каменного угля вообще? Начну с последнего. Я не верю, что возможно такая ситуация, в которой бы сами жители Кузбасса выступили бы против того, чтобы добывался уголь, поскольку они сами прекрасно понимают, что они лишатся работы. И наше правительство очень успешно использует этот факт против тех людей, которые выходят на протестные акции. Буквально говоря о том, что эти люди, которые стоят на протестные акции, хотят, чтобы вы остались без работы, без еды, без дома, и ваши дети бы голодали. Это причина, по которой протест трансформируется, но не растет. Он трансформируется, он становится более качественным, появляются новые союзники, появляется межрегиональное взаимодействие, я имею ввиду разные регионы России, в том числе Кузбасс и города, где есть морские порты. Я думаю, что проблема в том, что активисты это люди, которые не умеют быть активистами, это люди, которые не знают, как это правильно делать, они совершают много ошибок, но они очень искренние, и я верю в то, что этот протест все-таки приведет к переменам. За два года, пока мы вели дело жителей села Минчереп, протест именно этих жителей трансформировался от заседаний комитета на складе магазина до пикетов, до акций и до манифестов, которые люди транслировали окружающим. И жители данного села, они в чем трансформация, они готовы делиться своим опытом того, как они смогли с другими жителями Кузбасса, они готовы объединять вокруг себя других людей, потому что главная оказалась проблема в том, что жители Москов, Белова, Киселевска, Минчерепа, Новокузнецка, Кемерово, в конце концов, они почему-то имея одну большую проблему, между собой не коммуницируют. Они не знают, что там подбирается разрез, тут уже идет незаконная добыча. Они почему-то оторваны друг от друга. А за то время, пока мы занимались этим делом, мы в том числе дали им возможность друг с другом познакомиться. И вот это знакомство, оно спровоцировало дальнейшую деятельность жителей, в протесте. При этом обращение киселевцев в Канаду, оно произошло тоже уже после того, как мы начали наше дело. И с киселевском я тоже знакома не понаслышке, потому что это первые люди, которые, чьими проблемами экологическими я начала заниматься. И, к сожалению, вот там я потерпела полная фиаско в наших российских судах, и мне не удалось им помочь хотя бы даже раздобыть информацию о том, какая экологическая ситуация у них есть. Можно я в Кузбассе вообще приняли к сведению решение о Германии постепенно отказаться от угольной электрогенерации и понимают ли, что когда-то с экспортом угля придется завязывать, по крайней мере, частично с этим. И, Табиас, к тебе один вопрос. Ты знаешь, как организовано или как что написано в соглашениях об импорте угля? Ну вот, с газом и с нефтью они, например, на несколько десятилетий иногда подписываются. Что с углем? Можно ли вообще, просто могут ли немецкие компании взять и вот со дня на день прекратить импорт угля из России? Спасибо. Манфрид Заппер. Политическая экономия в Кузбассе. Кому принадлежат эти различные карьеры или угольные разрезы? Может быть, там есть какие-то конкурирующие интересы? Это может быть региональные региональные администрации Кузбасса и отдельные собственники. Они на одной линии барьер. Они на одной стороне стоят или у них есть какие-то конфликты интересы? Ведь администрация региона Кузбасса должна уважать более широкие интересы, не только интересы какой-то компании. И второй мой вопрос, кто именно протестует? это молодые люди, как вы, например, или это в том числе люди, которые болеют раком, например, или туберкулезом, которые пострадали от этого бизнеса и ищут помощи у медиков, онкологов, врачей. потому потому что это может быть больше мобилизационный потенциал протеста, если это люди, которые, жизнь которых связана с углем и которые может быть умирают из-за этого. Вальтер Каффман. Да, действительно, жалко, что не пришел представитель ассоциации импортеров угля, потому что в годовом отчете этой ассоциации я читал, нет, я оговорился, даже ядерной энергией я сказала, но мы говорим об угольной энергии. В годовом отчете написано, что отленные члены, состоящие в ассоциации, тщательно следят за социальными и экологическими стандартами. И вот, к сожалению, его нет, потому что я хотела бы спросить, а как они это делают. Во-вторых, мы знаем, что российский угольный бизнес увеличивается, динамика растущая, что касается добычи, что касается экспорта, строятся новые порты, то есть Россия хочет значительно увеличить добычу угля в течение следующих десятилетий. Кисловодск, вот те города, которые мы видели, вы технологическое наследие прежних времен, и через несколько лет, может быть, будет совершенно другая промышленность, чистая промышленность по добыче угля. Есть ли модернизация этого бизнеса в России? Те кадры, которые вы нам показали, это может быть уже прошлое, а будущее будет более светлым? или экспансия будет такая же, как сейчас? Спасибо большое за такой развернутый рассказ. Я хотела бы задать вопрос Анне Фоминой. В первую очередь, есть ли какая-то возможность экспертизу с точки зрения экологического законодательства, которую вы уже приобрели в многочисленных судах, как-то ее донести до людей? Есть ли какая-то такая инициатива, есть ли какая-то платформа инициативная, чтобы люди понимали вообще какие шаги предпринимать, что дальше делать? Затем я хотела бы задать вопрос Антону. Есть ли какие-то... Ну, опять же, Манфред Запор задал вопрос насчет людей, которые вообще в принципе несут этот протест. То есть, кто они такие и насколько широка эта межрегиональная кооперация, о которой вы упомянули вскользь? И вопрос к Тобиусу Мюнчмайеру. Есть ли какая-то инициатива внутри Greenpeace, например, такие фирмы, как Ваттенфаль, выводить, скажем, на чистую воду, потому что я, например, на днях видела своего рода рекламный стенд, где Ваттенфаль рекламирует широко свою экологически чистую энергию, что для меня было, в принципе, ну просто потому, что меня эта тема интересует, очень удивительно, что они с вот этими зелеными лейблами стоят, и я не понимаю, как это вообще допустимо. Спасибо большое. это было большое количество вопросов, но различным участникам нашей подъемной. Антон, может быть, снова с вас начнем, и вы можете еще немножко добавить от себя. Я надеюсь, что я успел все записать. Я бы начал с ответа на вопрос от Deutsche Welle, знает ли наше правительство в Кузбассе о планах Германии. Вы помните, я приводил здесь инфографику, где видно, что несмотря на то, что есть планы по отказу от угля, факты говорят о том, что продажа угля растет, что не дает никакого повода делать такие заявления у нас в Кузбассе. И когда мы говорим о том, что Германия отказывается от угля, очень легко нам показать этот график и сказать, ребята, где? Кто отказывается? На вопрос в целом, на мой взгляд, это первый год, когда действительно дискуссия в кулуарах местного правительства вообще возникла о том, что экспорт в Европу может упасть. И в этом году цены на уголь в Европе очень сильно упали. И по этой причине даже в Кузбассе было отправлено по разным оценкам от двух до трех тысяч человек. работников разрезов в отпуск, потому что им нечем было платить зарплату, потому что продавалось мало угля. Но в целом я уверен, что наше правительство в Кузбассе не верит в то, что отказ от угля возможен. наше правительство говорит о том, что уголь будут покупать всегда и покупать столько, сколько мы захотим. следующее вопрос был, кому принадлежат угольные разрезы. Мы слышали, что есть частные компании. И есть ли конфликт интересов между местной администрацией и этими компаниями? У нас нет крупных независимых СМИ, которые бы имели доступ к тем процессам, которые происходят между администрацией и угольными компаниями, поэтому мы не имеем такой информации. Однако мы знаем, что все абсолютно компании в Кузбассе частные. Нет ни одной государственной компании. И насколько нам удается видеть, местные власти делают все, чтобы угольные компании тратили как можно меньше денег и совершали как можно больше нарушений, чтобы продать как можно больше угля за наиболее короткий период времени. Был еще вопрос, кто является активистами молодежи, больные, кто это за люди? Есть ли среди них люди, которые благодаря своим профессиональным знаниям могут убедить и дать лучший престиж этому движению? В основном у нас люди, которые открыто участвуют в протестных акциях, это люди, которые не зависят от угольных компаний, которые зарабатывают деньги совершенно другим способом. Существенная часть людей это пенсионеры. Это люди, которых нельзя выгнать с работы. и очень небольшой процент людей, которые так или иначе очень сильно ценят тот район, где они живут. И, несмотря на риски репрессий со стороны властей, они тем не менее выходят на протестные акции и даже их возглавляют. молодежи в этих движениях, я бы сказал, нет. В этом году мы видим, что молодые люди интересуются тем, что происходит в Кузбассе, тем, что происходит с экологией, но я думаю, что это связано с тем, отсутствие молодежи связано с тем, что в первую очередь она стремится уехать из этого региона. Насчет профессионалов или больных, нет, мне неизвестно, неизвестен ни один участник, который бы был болен каким-то тяжелым заболеванием, связанным с добычей угля. И я не знаю ни одного ни врача, ни какого-то другого подобного эксперта, который бы мог повысить компетенцию протестующих. Анна. Да, я бы хотела добавить, что протестующие прежде всего люди действительно, кому разрез уже пришел, как в случае с нашим делом. И да, действительно, это люди, на которых сложно повлиять государственными методами. Но в нашем деле на стороне жителей выступил глава муниципалитета, глава поселения, потому что он сам местный житель, он сам там вырос, и он в том числе был и собственником земельного участка, и он выступил на стороне жителей. Вторым интересным случаем из протестующих был фермер, который выращивал сельхозпродукцию, но его уже замучили проверками, и главу поселения тоже постоянно теперь проверяет прокуратура. И это создает определенное напряжение и определенный прессинг для протестующих. Поэтому протестующие это в основном пенсионеры, которые всю жизнь прожили на этой территории, и которым по сути нечего терять, кроме своего дома. Я бы хотела добавить насчет чьи интересы поддерживает власть в Кузбассе. Я хочу просто иллюстрацию вам сделать. В России есть природоохранная прокуратура. Это орган, который призван пресекать экологические правонарушения, выдавать предписания предприятиям, следить за выполнением нормативов, штрафовать, привлекать к ответственности, закрывать в конце концов предприятия. Так вот, в случае с Киселевском нами было отправлено такое количество заявлений в природоохранную прокуратуру, что можно, наверное, поэму написать. Но ни на одно из этих заявлений о правонарушениях прокуратура не нашла ни одного нарушения. Ни одного нарушения она не нашла в Киселевске. Вы видели, что там происходит. Это к вопросу о том, чьи интересы лоббирует власть. На ваш вопрос про мультипликацию опыта и про то, как людям донести, что они могут. Благодаря движению экозащиты Антону мельминтуеву, благодаря фонду Беоля мы делаем такие ознакомительные встречи с активистами, с жителями, на которых рассказываем и про свой опыт, и про то, что они могут сделать. Но надо понимать, что каждая ситуация уникальна. В юридическом смысле каждая ситуация уникальна. И в каждой ситуации надо разбираться отдельно. И нельзя выдать активистам план и сказать, вот вы по нему идете и вы выиграете. Нет, это невозможно. Потому что на каждом этапе есть несколько вариантов и надо в каждом конкретном случае принимать решение. Да, мы, когда вели это дело, мы полностью его освещали и на сайте команды 29, в которой я работала. И мы вывешивали все решения и все наши документы, которые мы подавали, и люди их могут использовать, но надо понимать, что без профессиональной помощи юристов в каждом конкретном деле не обойтись. И в нашем деле в Менчерепе была проблема. Мы хотели найти местного юриста, который мог бы через посредничество с нами, через нашу поддержку из Петербурга ходить в суд, выигрывать и подавать документы, но оказалось, что юриста, который имел бы смелость и возможность пойти, мы не смогли найти этого человека. Поэтому мы летали в Кузбассу на протяжении двух лет. Это очень тяжелая дорога, не только из-за разницы часовых поясов. 17 раз, кажется. 17 раз, да. И мы летали туда на один день и возвращались. Поэтому я готова делиться тем, что мы сделали в конкретном случае, и помогать советам тем, у кого есть на данный момент проблема, но без полноценной поддержки в каждом конкретном случае юриста, который полностью погрузится в эту проблему, будет знать все острые углы и все слабые места невозможно. В России невозможно. Спасибо, Аня. Был вопрос, кажется, есть ли модернизация угольной отрасли в Кузбассе. У нас есть две реальности. Одна, которая существует на страницах местных провластных СМИ, и есть то, что на самом деле. На бумаге, конечно, идет модернизация, конечно, вкладываются миллиарды в улучшения, но в реальности мы видим год от года лишь ухудшение экологической ситуации, которая вызывает вот эти протесты. Поэтому, наверное, я скажу, что я не вижу никакой модернизации. Я лишь вижу единственный и самый дешевый способ добычи угля, чтобы как можно больше добыть, как можно быстрее продать, с как можно большими нарушениями. Тобиас Мюнчмайер, а как вы это видите? Есть ли возможности модернизации угольной промышленности? Что вы можете на сей счет сказать? Я не знаю, можете ли вы что-то сказать о социальных и экологических стандартах, которые были упомянуты в отчете Ассоциации угольной промышленности? Да, можно устанавливать фильтры и таким образом существенно повысить степень модернизации и степень выброса вредных выбросов, например, что касается выбросов СО2, и поэтому мы занимались этими улучшениями только где-то на полях, потому что в первую очередь мы занимаемся климатическим вопросом, какие стандарты применяют импортеры, это вообще что-то покрыто, тайно покрытое мраком, я даже не знаю, существует ли хотя бы одна единственная страна, которая занесена в так называемый черный список, то есть та страна, где вообще уголь не покупается, мне думается, что это вряд ли имеет место быть, это какая-то выдумка. Два вопроса еще задавалось, на которые я хотел бы отреагировать, это вопрос относительно Ватенфале, можно повысить степень давления на эту компанию со стороны Германии. Для экологических организаций это не так-то просто, потому потому что вы соприкасаетесь с целым рядом компаний, которые на самом деле совершают экологические преступления, и Ватенфаль для нас на протяжении 10 лет являлся главным противником, пока он в регионе Лаузец добывал бурый уголь, мы считали его самым крупным разрушителем экологии в Европе, не знаю, было ли это для них преимуществом или нет, но они в один определенный момент компания продала свои угольные станции какому-то чешскому миллиардеру, который нам совершенно был безызвестным, и это означает, что Ватенфал просто избавился от проблем самым простым способом. Некоторые электростанции они за собой оставили, но это отнюдь не такое большое количество, которое было раньше, и поэтому для нас такие операторы, как ХРВ, для нас являются более ужасными, более зловредными, и поэтому российская тематика у нас на первый план не высходит. В рамках так называемой угольной комиссии были названы самые крупные загрязнители окружающей среды, но Россия там не упоминалась, например, уголь из России там не упоминался. Потом еще один вопрос, на который я хотел бы отреагировать, это как работает рынок угля. Он работает, по моему мнению, совершенно по-другому, чем уголь, газа и нефти, потому что там не так-то много игроков. Что касается газа и угля, то там есть Газпром, Роснефть, с которыми заключены договоры на продолжительный срок, а что касается угля, то он продается на так называемых спотовых рынках и отгружается уголь, поставляется, через Роттердам проводятся закупки и вообще-то операторам неважно поступает ли этот уголь из Колумбии либо из России, его происхождение не имеет никакого значения. Самое главное, что этот уголь можно закупить у самого дешевого афферента. Сейчас возникает вопрос, почему растет импорт из России. Это не политический вопрос, это экономический вопрос, потому что российский уголь стал намного дешевле, чем уголь из Колумбии, к примеру. И это на самом деле очень интересный вопрос, как это вообще так получилось. Мне думается, было бы интересно просто-напросто разобраться в этом вопросе, то, что я читал в профильных журналах, то я там получил информацию, что российский уголь получает очень большие субсидии со стороны российского государства, уже хотя бы если взять железнодорожные перевозки. мы видели на том слайде, который Антон демонстрировал эти дистанции 4000 километров в одном направлении, 5000 в другом. Ну да, транспортные расходы, российские железные дороги благодаря государственной поддержке помогают транспортировать этот уголь и поэтому транспортные расходы, они как бы не вписываются в ту цену, по которой предлагается уголь на рынке. Я летом был на петербургском диалоге, кстати, там поднимался вопрос угля между Россией и Германией, и Антон как раз таки его озвучивал, и петербургский диалог, он доминируется, он заражен Газпромом. представитель Газпрома на каждом заседании рабочей группы. И было бы вот интересно подумать над тем, насколько продолжительно можно тогда еще субсидировать уголь, насколько еще возможно оставлять этот российский уголь конкурентоспособным именно ввиду субсидий. Мне думается, мне нужно вот эту конкуренцию как-то потом обратить во благо экологии и сократить оборот угля, например, за рубежом, высказывая критику в отношении этих субсидий и этих дотаций. то есть это была бы одна из возможностей, как можно действовать, а другая возможность, как мне думается, на самом деле, это в рамках государственной политики между Россией и Германией на уровне различных министерств. Большое спасибо. Ну что ж, наша подиумная дискуссия подходит к завершению. Что мы выносим из этой дискуссии? Мы, как потребители, можем тем или иным способом оказывать давление на государственную политику определенным образом, если речь идет о переговорах с Россией и, мне думается, лоббизм со стороны союзов, ассоциаций здесь может сыграть свою роль. Предложение насчет того, чтобы Газпром и ферентов операторов карьеров как-то так противоставить друг к другу и поставить их в конкурирующую позицию, это тоже неплохой такой вариант. Мы услышали целый ряд тех примеров, которые возможно реализовать, но, несмотря на это, мне кажется, что нет идеи, которая бы демонстрировала, как можно инициировать протесты, как их можно увязывать в одно целое. Может быть, в ходе второй дискуссии мы услышим примеры из других регионов. Мне остается поблагодарить участников нашей подиумной дискуссии аудиторию за то, что нас внимания слушали. У нас сейчас перерыв, 10 минут, кофе-брейк, а потом мы снова вернемся.